добрый день друзья рада всех приветствовать сейчас я вас приветствую солнечной лигурии и у нас сегодня яркий солнечный день 22 градуса тепла я жду в гости екатерину путешественницу которая уже объездила 73 страны и с екатерина мы сегодня обсудим очень интересные темы мы затронем конечно же регион лигурия один из самых красивейших регионов италии и катерина нам сегодня также расскажет очень интересные даст лайфхаки по поводу того как экономно и как бюджетно путешествовать по миру потому что конечно же этот вопрос всегда очень важный для всех кто любит путешествовать как правильно покупать билеты как сэкономить как увидеть красивые места не покупая слишком дорогие тарифы за входные билеты и екатерина которая знает вот эти секреты она сегодня нам расскажет очень интересные моменты сейчас я жду екатерину она к нам должна присоединиться в гости так пока не ой 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 так пока не вижу нашу катю так катенька давай присоединяйся всем привет я вижу что и настя уже присоединилась к нам в гости привет настя женечка привет сегодня конечно потрясающая красивая погода у нас вот уже вижу катю так катюша так закатя и мы начинаем наш наш эфир да вот она наша катя нет привет 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 катя приветствую привет женечка привет всем подружкам очень рада вот наконец-то ты ко мне пришла в гости до выезжать приглашению точнее сама напросилась как я уже да это замечательно я уже рассказала всем что ты объездила 73 страны и что ты очень любишь путешествовать и знаешь как правильно путешествовать да как экономно и как бюджетно путешествовать потому что в наше время это тоже сейчас фактор такой можно сказать очень важный и я надеюсь ты с нами поделишься да катюш как как ты вообще видишь такие путешествия и может быть даже дашь какие-то советы нашим зрителям нашим слушателям по поводу путешествий с большим удовольствием поделюсь до информации на самом деле я путешественник со стажем уже сколько второй десяток лет пошел ну наверное уже даже нет ну ладно третий как я вы выехала впервые за рубеж получается вот ну понятно какие-то годы побольше путешествуешь какие-то поменьше по-разному а можно я только один вопрос задам с какой страны ты начала путешествие вот как раз у меня по моему вчера был пост где я писала про скоробей жука вот это была моя первая поездка супер египет я думаю многие россияне начинают с этой страны хотя должна была быть первая поездка италия в моей да даже в том что я училась в тот момент университете у нас был свой профсоюз который предлагал студентам недорогие путевки ну господи что так в девяностые годы гол как сокол не с подружкой увидели это предложение было очень любопытно и обе загорелись такие что-то там в кубышку копили ну было немножко что-то откладывали да да уже работали но все равно еще знаешь не разгуливать по заграницам и в том возрасте еще требовалось как-то разрешение родителей благословение или как это сказать и мы с ней решили взять тайм-аут до вечера прийти домой с родителями поговорить и если они одобряют мы бы с нею хотели поехать в италию естественно прихожу домой родители конечно такая цена какая-то очень дешевая была наверное это был тур по артистичным городам италии да как обычно венеция рим милан да да у нас по-итальянски это читадарты я поэтому так перевожу по-русски города артистические города читадарты ну скажем попсовый самый попсовый тур кто едет в италию первым делом берут такой тур ну действительно там все было и получив как это разрешение родителей мы утром с ней прибегаем первым делом бежим в этот профсоюз но естественно за такую цену там только тысяч людей желающих конечно на на расхватали как пирожки в первый день ну ладно это в общем не страшно и мы а мы уже загорелись все поездки конечно с работой по отпрашивались уже все успели провернуть только италия не получилось здравствуйте здравствуйте добрый вечер ангелина да решили поехать в египет причем не пожалели потому что страна интересная причем кургада она расположена ближе к некоторым достопримечательностям это как раз луксор и мы как жадные до знаний везде все экскурсии все там это все как-то доступно стоило шикарно ты знаешь а моя первая поездка за границу было в турцию ну примерно это тот же уровень так как вот египет турция и первый раз я поехала в анталию это был девяносто шестой год или девяносто пятый я сейчас не помню и ты знаешь тоже первый раз за границу столько интересного столько необычного я была в таком тоже восторге и мне так понравилось турция мне понравилось конечно там и отдых в таком хорошем отеле я уже выбрала тогда по тем временам хороший такой четырехзвездочный отель и тоже была под таким потрясающим конечно впечатлением вообще от заграницы поездок от путешествий и вот тогда первый раз тоже вкусила вот эту радость путешествие вот это ощущение какой-то свободы и радости от открытия новых мест и новых новых стран правда знаешь как будто мы вирус подхватили да вот наверное от него уже трудно избавиться потому что нет хотя я знаю людей которые не особо любят путешествовать и разговоры я не люблю города я там не люблю достопримечательности меня поначалу удивительно себя да как так люди не любят но признаем у всех свои конечно все разные конечно кто-то может быть ему более комфортно сидеть дома да и наверное смотреть телевизор или гулять под ним и тем же улицам и видит одни они один и тот же пейзаж наверное есть такие тоже люди но все равно я я думаю что путешествие до обогащает нашу жизнь правда это вообще потом под этими путешествиями живешь как минимум полгода вспоминаешь мало того заряд энергии столько впечатлений какие-то подарочки привез так это вот частичка оттуда пока подъедаешь там все съедобное это все как продление путешествия и ты знаешь я с тех пор расставила в жизни приоритеты и даже будучи студенткой вот эти два еще курса которые у меня оставались я начала активно уже ездить то есть все зарабатывать заработанное откладывала я лучше чем тряпку какую-то куплю лучше конечно ты расставила приоритеты что для тебя было важнее ну да и поэтому и плюс я ищу телец по гороскопу и отсюда выходит практичность поэтому я стала избирательна и какой-то уже скопила опыт и какие-то лайфхаки которыми я пользуюсь может быть они конечно там не новыми покажутся кому-то но мне он помогает этот опыт как-то складывать свои путешествия в ожерелье потому что одним из таких как получилось много стран мой практичный взгляд вот с какого вопроса ирина здравствуйте дело в том что если я лечу в какую-то очень очень дальнюю страну например вот как мы на кубу летали я понимаю что физически это непростой перелет и не наездишься в эту южную америку сто пять раз и сразу же мой был посыл что нужно еще захватить какую-то как минимум рядом еще рядом расположена да да поэтому мы оттуда уже поехали в коста-рику единственная нас америка получилось только америка но мы зато путешествовали там аж полтора месяца практически мы ее изучили очень плотно и почти везде были ну там конечно всегда есть что еще посмотреть но либо ты едешь уже на дальний срок в одну страну и засаживаешься и и изучаешь очень полностью да либо и это еще большой плюс акклиматизация и минус да потому что это ну нагрузки для организма и потом вот каждый вот этот поездка я грудь по идее может бывают спецпредложения доступные варианты но физически мы уже не девочки и так мотаться туда-сюда конечно тяжеловато поэтому каждый вот особенно вот в сторону америки вот эти визиты я стараюсь компоновать страны чтобы побольше посмотреть узнаешь ты права да ты права вот я тебя извини перебью на секундочку я когда два года назад летала на бали с подругой и ты знаешь был очень такой долгий очень сложный перелет и я ты знаешь самое интересное что в первую ночь мы пошли там в один ресторан и отметили наши наши знакомые стесбали мы были на куте ну отметили то есть выпили пару коктейльчиков может быть даже три коктейля и в общем я спала хорошо а потом у меня наступило какое-то я не знаю я не могла последующие четыре-пять ночей вообще спать то есть вот это джек лэг да на меня вот так повлиял поэтому я абсолютно согласна с тобой что когда ты летишь какую-то страну и желательно сразу же ознакомиться и с другими ближайшими странами чтобы не терять потом время и физические силы для того чтобы возвращаться опять в этот же регион ну опять такие билеты вот если даже рассматривать ту же юго-восточную азию очень там везде где-то час лету раз уж ты туда приехал там а не нубали он немножко дальше получается я и вот рассматриваю пхукет сингапур малайзия их очень классно компоновать вместе вот получается у нас такая поездка была куала-лумпур сингапур банкок это называется юго-восточная азия но по крайней мере по отношению к россии так точно европейцы воспринимают я не знаю вот и все везде час лета и хоп-хоп и ты уже завтракаешь в одной стране ужинаешь другой но достаточно вот двух-трех недель чтобы посмотреть столицы вполне и потом отдых на островах то есть можно вот такой себе туру сделать вот и как раз с перелетом я вот хотела фишку такую рассказать это как раз был мой первый опыт на самом деле так забавно началось с алтай не зря алтай место силы вот я летела с алтай из похода конного аэрофлотом нам раздают журнальчики пока мы там сидели и стюардесса это очень давно было лет 15 назад поэтому тогда новинка еще какие-то непопулярные вот и она нам карты приорити все навязывала оформите себе эти карты я понимаю что я аэрофлотом не так-то и часто летаю если ты покупаешь что в турцию вряд ли ты полетишь туда аэрофлотом конечно логично 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 я так отнекивалась отнекивалась потом она мне все-таки втюхал эту карту говорит заполните вас ничего не обязывает я узнаю потом что оказывается вот фишечку я просто рассказываю а эта карта была привязана к сбербанку и мы как раз тот момент переоформляли все карты свои нам оформляли зарплатные карты и я как-то ну интуитивно в общем написала свой код и моя зарплатная карта была привязана к аэрофлот то есть все мои вот эти покупки были капли милями и ясно да я сначала значение не придала думаю господи сколько надо копить на этот перелет ну ты знаешь оказалось все намного оптимистично да знаешь как раз я уже и поездках стала расплачиваться и то ну как-то вот хоп-хоп и у меня стали копиться мили так вот я уже не помню куда же вот в общем сразу подведу итог что за эти мили я летала на кубу вместе с мужем то есть это на двух человек туда-обратно билет то есть вы ничего не доплачивали ну да ну там тарифный сбор да тарифный сбор это по-любому это не тарифный сбор как-то или не налог в общем какая-то да да это налог в аэропорту по моему налог что-то такой на аэропорт до пребывания по вам насколько внешне что-то такое чуть-чуть доплачивали но это по сравнению с билетом который у нас друзья летали с нами на кубу они по 55 тысяч за человека заплатили тогда и я тогда оценила что очень круто мы сэкономили получается у аэрофлота есть один минус что ты только сбербанк привязываешь и то карта сбербанка можешь приобрести билет они тоже хитренькие цены у них выросли и надо как-то там в общем сложная такая система потому что у меня всегда рука на пульсе я подписана на все эти спецпредложения если что-то присылают ну или мониторю на какие-то даты которые мне нужны но очень редко так совпадает чтобы идут выгодный билет и цена да было и и даты подходили да и вот в общем я к чему подвожу я сегодня написала пост про карту на самом деле сколько я проводила полезных прямых эфиров на тему как сэкономить путешествиях я всегда про это рассказывала потому что я столкнулась с этой карты меня сотрудник подбил говорит я сделал себе эту карту тинькофф он и airlines то есть она на все авиакомпании распространяется я очень долго сомневалась я очень долго ходила взвешивала надо мне эту картину надо вроде бы есть же у меня этот аэрофлот бонус и уже результат есть но дело в том что все таки я поддалась искушению оформила себе эту карту и вот у меня уже сейчас там бешено накопилось миль я вам честно скажу то есть я могу в австралию спокойно уже слетать классно да но в чем почему я сегодня написала пост у них сейчас там идет акция то есть можно либо а если вы оформите эту карту можно пройти в шапку моего профиля и там увидите ссылочку тинькофф и пройдя по этой ссылке ну там все условия написаны и они сейчас предлагают либо бесплатный год обслуживания либо три тысячи миль что эквивалент на рублю в принципе это очень интересно да это здорово это здание там тоже истории написала как карты это реально выручает вот и за границей и страховка бесплатная а да вот я прочитала в твоем посту да что если страховка даже бесплатная правда да и даже горнолыжная я как вот стала вот эту карту как оформила стала тоже ездить в поездки я перестала покупать отдельно страховку отдельно страховку да да ну я как бы связываю с тиньковом говорю вот я не в такие-то даты они мне прямо на год высылают эту бесплатную страховку вот плюс еще и снимать за границей выгодно выгодные очень курсы так что я прямо в восторге от этой карты у меня сейчас муж будет уходить из берба но от сбербанка отказываться от этой карты и будет уже оформлять тоже себе такую то есть за границей можно пользоваться этой картой да тинькофф да она везде вот вот во всех странах все я уже теперь честно вам скажу сбербанком не пользуюсь у меня там только зарплата капает и все а так я полностью но есть конечно минус один она кредитная но я пользуюсь как дебетовый кладу в плюс и пользуюсь сколько мне нужно там ограничений нет я со своего сбербанка туда без всяких процентов добавляю деньги и все вот и просто уже очень хороший результат всякие кэшбэки этого у них полно всяких плюшек вот поэтому что шикарная карта конечно здорово иметь такую карту вот у нас к сожалению за границей такой карты нет да вот знаешь я спрашивала что вполне можно да вот этот ангелина пишет ангелина пишет же сейчас все жалуются на сбербанк потому что они конечно обнагленно ну ладно вот надеюсь что есть когда возможности и в других банках но кстати за границу они отправляют карты можно оформить это реально да так что надо попробовать тогда ну хотя бы почитать связаться с менеджером они все проконсультируют объяснят сейчас нет никаких проблем международного да такого общения да сейчас действительно можно связаться да сразу с разными точками мира вообще абсолютно и и по поводу карты открытие счетов и связаться с отелями да как все вот глобализация конечно это супер это чудесно вообще классно представляешь мы с тобой из разных стран сидим общаемся бесплатно до всяких этих раньше-то телеграф целый соседний город позвонить была проблема а теперь конечно теперь да такое вот общение и вообще открыт весь мир про получается да только вот открыли бы еще границы чтобы мы могли бы наконец-то путешествовать здорово да то есть время вопрос времени да 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 знаешь я вот всегда прислушиваюсь таким советом как экономно как бюджетно путешествовать потому что я по природе своей человек не очень экономный и вот такие лайфхаки для меня тоже имеет очень большое значение вот знаешь я еще хотела тебе задать вопрос катюш а вот на твой взгляд как ты выбираешь рестораны куда ходить каким критериям например когда ты в путешествие это тоже очень интересно ну честно сказать вот с питанием тут непросто потому что я чаще всего езжу с мужем а у него какие-то особенные там приоритеты но в принципе у нас более-менее такое разделение я придумываю проживание а он питание вот так я понимаю что да ну разделяем зону ответственности он обычно смотрит отзывы касательно россии вообще проблем нет заходишь тебя на русском языке про каждое заведение куча отзывов рейтинг и все можно выбрать ну естественно он там через призму своих вкусов выбирает однако я конечно тоже если какие-то знаю местечки естественно я вывожу как бы русло общения говорю давай сходим в моё кафе какой-нибудь а потом вводим в твой пив-бар какой хочешь ты вот то есть и нашим и вашим я кстати в прошлом году писала подборку питерских кафе очень необычных и в некоторые как раз мы собирались ехать в командировку я бросила клич и мне накидали разных рекомендаций кто где был вот и исходя из этого я уже пошла как у меня гастроль такая утром завтра в одном кафе пообедать я маршрут даже так составляла чтобы пройти и посмотреть достопримечательности и по пути где-то пообедать и поужинать дай выпить кофе хороших заведениях да причем я люблю тоже если посещать заведение то с какой-нибудь историей из какой-нибудь легенды там вот как раз в этом питере есть литературное кафе из которого пушкин уходил на дуэль вообще такая у них история я в прошлом году вернувшись из этой командировки в питер даже прямой эфир под впечатлением провела потому что как мне эта история зацепила вообще это кафе отдельная история вот то есть вот такие места меня цепляют плюс я люблю какие-нибудь смотровые панорамные вот эти площадки с кафе я слышала что в питере очень много да сейчас очень модно и стильно вот такие кафе с панорамными площадками или с крышами я тоже даже слышала один прямой эфир вот ангелина тоже проводила с гидом девушкой санкт-петербурга хотя я не собираю санкт-петербург но я была тоже так увлечена этим рассказом что не могла остановиться и слушала мне так было интересно это не азимут кафе случайно я не помню название потому что там назывались очень многие кафе и и и отели где-то где тоже есть панорамные площадки как раз вот с таким красивым видом на питер и я просто себе записала где там там блокнотики думаю мало ли что вдруг когда-нибудь мне придется приехать в питер и я тогда воспользуюсь вот этими лайфхаками они всегда нужны кстати у меня тоже такая вот копилочка идей тоже есть я понимаю что как ты сейчас говоришь я в питер не собираюсь но волшебство путешествие нож такое ты сейчас не собираешься а завтра хоп у тебя какое-то обстоятельство возникает и либо в командировку едешь либо какие-то друзья неожиданно да да либо прыгаешь машину вот как мы сейчас поехали в крым вот кстати там я тоже была избирательна в посещении мест и очень плотно конспектировала за своей скажем так подругой знакомой с которой мы встретились она живет в крыму и она мне прямо четко сказала так самый вкусный тортик здесь здесь шикарный вид здесь шикарная рыба я прямо все за ней записывала и я естественно очень щедро делюсь этой же информацией на своей страничке тоже рассказываю кстати вот сделаю подборку про крым тоже потому что там то место которое мне моя знакомая рекомендовала но вот все дружно потому что у меня несколько же друзей там были в этом месте и у меня рейтинг вот это место это это все дружно говорят место испортилось ну что же делать что же вроде испортилось но там же самый вкусный вот этот пирог с яблоками давай пойдем с мужем сели вечером на такси поехали в это кафе этот пирог оказался на правда шедевральный был просто безумно вкусно но они испортились плане обслуживание то есть к ним люди пошли ты там будешь полчаса сидеть там ждать заказ там пледик попросили я уже собиралась уходить мне его дали ну то есть там есть фишечки но зато я там открыла новое место такое что я очень жалею что нету филиала у нас потому что такой вкусной рыбы как там я не видела и не очень вообще шикарно рассказываю в принципе если у меня есть какие-то я либо в журнале встреча информации либо кто-то мне из друзей рассказал есть копилочка идея туда все собираю вот либо вдруг вот как сейчас я случайно попала в какое-то место кстати вот про калининград тоже такое мы открыли там несколько заведений тоже писала пост такой полезный какие-то там у них супер-пупер часы бывают сейчас скажу как это за счастливые часы то есть надо наверное причем они в районе обеда то есть довольно-таки большой кусок времени чуть ли не до пяти вечера то есть ты можешь прийти поужинать уже пять спокойно вот и там два блюда по цене одной но мы как-то пришли скептически в принципе это был пивной бар ну как мой муж любит пиво весь ориентир на него был ну я и думаю ладно но я когда они нам принесли эти тарелки я поняла что мне одной тарелки нам на троих хватило это вот был тазик огромный пасты с морепродуктами там безумно вкусно естественно когда кто-то поеду едет уже после нас и мы говорим вот 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 счастливые обязательно да обязательно посетить это место в это время до счастливые часы да и все люди могут тоже свое путешествие уже скомпоновать исходя нам потом мы ночевали ты так получилось это был мой день рождения и я хотелось как-то продумать чтобы интересно было необычно и в общем как раз ночь накануне дня рождения мы ночевали на корабле это корабль в музее океана который переделан в отель единственный минус там не кормили но это не проблема мы позавтракали в другом кафе поужинали в третьем это ерунда но это экзотика как будто ты в круиз плывешь но вообще необычно было плюс еще у нас экскурсия так как мы там жили по кораблю бесплатно было и вообще такая корабль очень такой знаете с историей он в экспедиции по всему миру ходил как будто ты в фильме дети капитана гранта и очень обычно да да вообще очень классно было впечатление я случайно откопала это место а уже день рождения мы поехали вечером в замок нецельберг он правда находился не в центре города мы туда на такси ехали но неважно и мало того для именинников для жильцов в общем там скидки были бешеные на спалку почему я еще именно этот утвердилась что нужно ехать именно в этот отель я посмотрела орел и решку хотя я там не всегда доверяю мнению орла и решки у меня свое всегда мнение но я увидела что жанна бадоева там принимала пивные ванны пивной спуты я так очень интригующе оттопырится в свой день рождения до мужу сообщаю он вообще так скептично тем более орел и решка там понятно если она золотой карточкой очевидно что это безумно там все дорого и он сначала ни в какую никакие мне пивные спа не нужны я говорю что даже пивные в общем все равно мой день рождения кто именинни кто-то рулет конечно конечно не мог он не мог отказать супруге в такой день конечно да это я смеясь рассказываю но мы сначала приехали вещи кинули там конечно реальный замок такой под старину он конечно наводел но вот нет такого впечатления там очень интересные рыцарские турниры у них и чего там только нет это в каком городе катюша это рядом с калининградом рядом с калининградом вот но естественно я плавно говорю ну пойдем подвальчик спас пустимся хоть приценимся а там оказался большой разврат в плане денег очень дешево все в общем на пять тысяч рублей мы заказали спа для двоих джакузи нам принесли 3 здоровых подарок их у них пивоварня своя потом массаж оба заказали я ищу себе массаж лица ну в общем у меня прям полноценные спа процедуры получились и это все вот не более 5000 рублей на двоих то есть я считаю это вообще да это очень хорошая цена абсолютно конечно потом комната отдыха у них матрасы с соломой набитые и ты когда еще после пивного вот этого спа тут вот выходишь и ложишься на эту столом и такой запах в общем это такой классный день рождения получился а там еще у них ресторан такой старинный потом уже ресторан пошли и гроза такая очень такие впечатления и уже по моей вот этой схеме поехали наши родственники они вплоть до того что им так понравилось они тоже в этот замок поехали год назад на годовщину свадьбы и сейчас у них выдалось три дня и таки надо опять ехать в калининград опять в этот отель так понравилось а как еще раз этот замок называется нэссельберг у меня на страничке про него несколько даже постов я делала там все контакты сайты все это есть легенды я писала про этот замок даже несколько вот но у них еще плюс есть там бассейны и утром ты встаешь ты еще это не от спа отдельно а комплекс бассейнами отдельно и там сауны и плаваешь все это тоже бесплатно тоже джакузи не пивное обычная обычная трансфер в город бесплатный и в аэропорт ну там в общем столько прелести и можно себе день рождения прошло на ура да и ты видишь как заранее все продумала подготовила себе и узнала да что есть такие места где и экономно и то же самое интересно и здорово да так отметить день рождения в таком замке здорово ну да плюс еще ведь если учитывать что у них там они встречают из аэропорта единственный был мой промах я читала что они связаны с аэропортом могут я посчитала и отвезти и привезти но если бы мы прилетели и они бы нас сразу забрали это бесплатный трансфер на обратную дорогу них это не рассмотрим а на обратный путь вы должны были оплатить то это ерунда и это было рядом и вообще мы штамп брали машину на прокат нашей схеме это не совпадало у нас все идеально как бы мы брали машину там все объездили вот кстати еще одна из возможностей экономик путешествие это машину взять на прокат и много возможностей открывается потому что можно спланировать там же опять курская коса например туда очень удобно поехать самому на машине чем брать экскурсию например ну знаете еще почему объясню да потому что в телефон можно скачать приложение курская коса и там аудиогиды по каждой точке то есть зачем вам нужен вид когда ну да скачали и мы вот прямо едем слушаем как будто мы едем в автобусе с экскурсоводом я думаю что это будущее наверное будет скоро везде во всех местах я думаю за границей тоже вот постепенно работа гида она тоже к сожалению уйдет потому что все будут пользоваться такими приложениями не не я вот кстати это не для этого сказала нет ты знаешь просто я в тот в ту поездку у меня не было никаких еще знакомств с гидами из калининграда я кстати там в музее марципана познакомилась с одним гидом я сама к ней подошла взяла у него визитку потому что мне очень да смотря какой гид ангелина да абсолютно говорю если даже вот я увидела гида я не постесняюсь я подойду познакомлюсь попрошу визитку и я не умоляю как бы работы гиды это просто удобный лайфхак например вот если едет семья многодельно конечно им выгоднее на машине ехать конечно но живого общения это мы с тобой уже обсуждали это не отменишь и никто не расскажет да лучше чем гид поэтому я согласна как не газеты журналами нет не отомрут никогда потому что вроде бы сейчас все читаем в интернете бесплатной информации вот все равно люди книги покупают покупают журналы и газеты так и гиды никто тебе не заменит этой энергетики и погружение в это место я кстати все равно несмотря на приложение там есть упущение которые без гида вообще не реализуешь поэтому я всегда именно призываю брать везде гида и тоже лучше заранее вот тоже это как комплекс подготовки к поездке лучше сразу заранее списаться как-то договориться и распланировать причем даже лучше взять в начале это тоже мой такой совет потому что у меня было несколько случаев когда я брала уже день отъезда я понимала сколько я упускаю и вот это обидно правда ты понимаешь что ты мог бы это посетить мог бы увидеть эти места но к сожалению ты об этом не знал и узнал уже на момент отъезда поэтому как минимум лучше взять в первый или максимум там во второй день во первых сориентирует тебя на месте до окажут расскажут скажут куда ехать куда нет и как минимум можно задать вопрос где покушать это тоже правильных рук это самая ценная информация потому что никто лучше гида не ориентируется на местности и на любой бюджет все помогут и подскажет конечно я бы марина со мной марина из краснодара как она со мной как без без этой с торбой носилась это кутрировано и покушать подсказала и помогла отель забронировать вот прям как мама родная я кстати а приятно правда вот приятно когда такие люди во первых они тебя встречают как родного человека правда и дают такие нужные советы ну еще и сэкономить деньги ведь потому что во многих ресторанах вот по крайней мере у нас на южном побережье франции которая граничит с лигурией очень много ресторанов где очень дорого ну а кухня рассчитана просто вот на туристов на проходимость да вот ты там принесут тазик какого-то салата покидают там что-то непонятно чего и в итоге у тебя счет на 100 евро а что там покушал непонятно что да да вот абсолютно вот тоже смотрю правильно начинать с обзорной экскурсии после нее понятна локация абсолютно верно я согласна да я вот тоже кстати не сразу к этому пришла но почему я кстати в калининграде не заказала никого не ну никакого гида во первых это был тоже сюрприз поездка мне муж как бы это все дарил и он готовил на машину там он продумывал в принципе какие-то точки но опять-таки там есть такой момент волшебство такое расскажу случай мы когда улетали ничего что я так это занимаю нет нет оборот интересно я у я очень рада вам спасибо катя я очень рада вот кстати тоже одна из степеней экономии вот это тоже сюда можно отнести когда мы улетали в калининград в этот день я ставила пост на тему ночь музеи и да я подборку сделала как это в москве проводится как там еще проводится и мне все спрашивают а ты сама-то пойдешь я в ранее я не пойду я же калининград уезжаю какая мне ночь музеи я поймала себя на том что я ни разу не посещала это мероприятие в москве вот я живу рядом с москвой ну точнее в подмосковье живу но это не проблема для меня приехать в москву но я так была погружена в работу что мне выходные посвятить хотелось поспать правда как-то не придет голову ночью провести какую-то ночь в музее я вот честно говоря еще тоже ни разу не у меня не было такого эксперимента мне тоже кстати очень интересно ну да и поэтому я хотя у меня моя сотрудница московская архитектор которая там со мной в конторе работает она мы каждый год с мужем ходим нам так нравится я ее всегда вежливо выслушивала но не понимала думаю боже я так это все устают от работы когда еще тут тащится и я искренне как-то к себе не примеряла образ ночи в музее пока мы не прилетели значит в калининград и не начали кочевую жизнь по городкам потому что там базируется все в разных городах вот в этом маленьком пятачке и как раз зеленоградск по моему первый город мы тут же вот как я уже немножко рассказала взяли машину на прокат кинули вещи пошли гулять и самый же первый объект который у нас попался очень круто изменил наши планы вообще всей поездки вот поэтому вот честно скажу если бы мы говорили с гидом у нас бы вся схема бы порушилась и много бы вещей не сложилось в общем пришли мы в маяк там такое красивое очень здание а там музей кошек шикарное рекомендую музей кошек обалденский музей он здорово многоуровневый многоэтажный ты поднимаешься вверх на спускаешься по вокруг этого маяка и там много много всего интересного реально очень классное место стильное а вот скажи пожалуйста что что видят в музее кошек ну там живые экспонаты или там я не знаю все там с кошками вот вот все что можно придумать с кошками только кроме живых наверное хотя уверенно где-нибудь может там у них живая тусуется вот все вот сувениры плакаты керамика я это безумно огромная коллекция и безумно милая интересная красивая такая вы знаете никого равнодушным не оставят ни детей ни взрослых да это всегда мило да такое милое животное и не кстати я заметила что очень много мужчин которые любят кошек наши я раньше думала что это как-то больше приверженность женщин любить кошек оказывается нет мужчины обожают кошек а вот да там есть гостиница для кошек даже не удивлюсь на самом деле кстати у них еще там музей ангелов есть ну в общем у них там такое тусовочное место вот и мы хотели купить билет а девчонка нам продавец говорит а вы что на ночь музеев-то не поедете какая ночь музея ну как если эта ночь она обычно проходит сразу во всех городах одномоментно это как раз было 18 20 мая вот он там два или три дня шел такие вообще-то мы сегодня у вас ночью и планировали город смотреть сделайте так она нам порекомендовала езжайте к вы она знала что мы на машине езжайте сейчас к ленинград не важно что вы там приедете туда через два-три дня жить посетите ночью ночь музея потому что там сегодня самые интересные мероприятия программа а завтра придете к нам и кошек посмотрите также в рамках этого ночи это очень в общем мы такие о совсем планы меняются мы вместо того чтобы ужинать пойти быстренько бросаемся в машину едем в калининград бросаем машину там в центре города прямо рядом с этим музейным пятачком это как я говорю какие-то чудеса сходить потому что мы не успеваем подойти главный костюм там вот самый главный достопримечательный ленинград а там касса и подходят женщины говорит вы знаете у нас тут билеты пропадают нам профсоюз на работе выдал купите пожалуйста чуть ли не два за по цене одного вы такие господи даже экономия мы не планировали она как-то все само ну давайте в общем удобно же автобус курсирует между всеми этими достопримечательностями мы за это время посетили все музеи какие там были заявлены если бы мы его просто как обычные туристы приехали бы в калининград и ходили бы по всем этим музеям у нас бы ушло дня два тут мы за вечер в каждом и там везде перформансы всякие мероприятия один маленький был минус это очереди но очереди в принципе вот мы в костел стояли мы наверное потратили полчаса или час зато мы попали вовремя потому что там был концерт органной музыки о это вообще это конечно впечатляет да это шикарно меня слезы здорово вообще потрясающе и потом еще там был парад господи у нас в ирландии они играют на волонках и вот был парад волны волны ночников или как это назвать и они потом пришли еще часть произведений играли в этом костеле или как правильно сказать вот так они когда музыку из титаника сыграли на волны я обрыдалась там просто это было волшебство так что ночь в музеях это большая возможность тоже и сэкономить даже не столько денег сколько времени потом и музей океана ну понятно что ты вряд ли физически все прямо успеешь посмотреть но вот это удобство что тебя без пробок автобусы курсирует хоп мы сели доехали туда в общем это было очень здорово музей янтаря там столько всего посмотреть и если подгадать свое путешествие под такое мероприятие в городе можно очень эффективно его посмотреть сжатые сроки а я еще хотела бы знаешь задать тебе такой вопрос катюша какая твоя любимая страна вот так чтобы тебе всегда хотелось возвращаться именно в это место знаешь из 73 стран это очень сложный вопрос потому что когда их было поменьше стран ну вот еще может быть 40 примеру на тот момент у меня были как-то четкие понимания вот сначала у меня скандинавия норвегия очень мне нравилось но после поездки в исландию хоп она затмевает потому что это намного круче получается вот исландия она у меня пока в тройке лидеров до сих пор находится какая еще страна америка очень впечатлила тоже понравилось потому что в южной америке я там много где была и мексика и куба доминикана ну вот в том краю вот америка она тоже такая интересная страна это знаешь вот хочу про америку пару слов сказать что меня впечатлило вот тоже лайфхак такой мини история такая получилась потому что мы в принципе собирались ехать но пока еще программы не делали я прочитала книжку ильфа и петрова одноэтажная америка которая произвела меня большое впечатление они писали без всяких вот этих как они 12 стульев там не было такого юмора какого-то они написали как журналисты как блогеры да что вижу то пою но меня что впечатлило сто лет назад у них очень была уже развитая страна несмотря на кризис у него был в то время как раз 30-е годы кризис ну да и даже действительно кризис депрессия у них депрессия до знаменитая депрессия да 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 вот чем вот чем мне понравилось что у них уже машины с кондиционерами а у нас еще телеги ездили в это время да вот потом у них очень заточено на обслуживание людей сервис то есть вот это их хоть и говорят что у них улыбки не искренние американцы не соглашусь с этим потому что лучше может не порой не искренне улыбка чем прямолинейная какая-то негативная да да я согласна с тобой да вот и у них действительно сервис то есть ты можешь остановиться в каком-то мотеле я бы сказала самый простой мотель придорожный небольшой показывают часто любят фильмах показывают что они там любят и он будет стоить те же 50 долларов там у тебя будет и кофеварка и чистое от крахмаленное белье будет не люкс конечно как в лас-вегасе на три стрит этой стрит этой улице вот что за 10 тысяч рублей что я имею ввиду что как-то поставить какие тогда были деньги то что за 200 долларов что за 50 примерно одно и то же может конечно там понятно в лас-вегасе более знаменитое да более знаменитое место конечно вы можете смело останавливаться в любом месте это будет не клоповник это будет нормальные очень такой отель приличный да где можно где можно отдохнуть выспаться да сходить дождь подкупила меня америка плюс у них еще очень много всяких таких фишек путешествиях например национальные парки у них их очень много и они классные просто ну это мы все знаем там парк монументов долина реклама мальборо и знаем еллоустон да еще единственная в каком не была пока это в делом стон мечтаю это калифорния да по моему да это туда повыше мы туда не поехали но зато мы были парк секвой там несколько каньонов озеро паул это такие красивые места а вот этот каньон антилоп там у них вот этого очень много вот таких вот достопримечательностей природных брайс каньон то есть там такой большой маршрут есть надо бы мне про америку отдельно рассказать прямой эфир сделать потому что там действительно много чего можно посмотреть да и ты за въезд платишь что-то 5 долларов за машину это совсем экономно да и ты ездишь по всему парку и сколько не важно сколько в машине людей хоть десять вот это я к тому что кстати в калининграде там когда на курскую косу въезжаешь там тоже 150 рублей мы платили но с человека с первого со второго и за машину еще там надежало прилично вот а в америке в принципе вот это все очень разумно стоило плюс всякие вот эти бывают еще карточки сити пассы вот тоже я их очень люблю для экономии но это лучше заранее тоже изучить и подстроиться допустим в вене я такую покупала карту да я была вот я тоже хотела кстати спросить у тебя про это да 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 я была в этом каньоне причем у нас целый день получился мы сначала в одном месте мы посмотрели а потом поехали на машине чтобы успеть на вот этот мост стеклянный вы знаете это у нас игры можно даже отдельную книгу писать про америку у нас очень много приключений так вот и мы с мужем гнали на машине арендованной чтобы успеть посмотреть этот мост тут фишка произошла такая разница между двумя соседними штатами и разница во времени мы едем по одному время и мы приезжаем и перед нашим носом закрывал как обидно гонки устроил как по бездорожью как обидно неслись как сумасшедшие в общем и обидно было но вот это есть такой момент вот это надо четко понимать в америке потому что вот эта разница во времени вот едем вот вот тут гранд каньон и тут разница приличная а они в двух штатах разных да да он он же настолько большой что ну может быть конкретно и не ну я не могу сказать точно вот но помню что мы вот это вот эта разница может у нас часы не были переведены потому что мы там несколько дней ездили так я почему про эльфа и петрова заговорила у них большое путешествие по америки они ехали по трассе вот этой знаменитой 66 и они наверно как мне они вообще долго путешествовали там у них наверно полгода что ли ушло они как блогеры тусовались во всех городах по дороге знакомились с известными личностями культовыми того времени с генри фортом они общались там с журналистами артистами там тусовки какие-то у них были богемные это все интересно рассказывалось преподносилось но знаете что меня зацепило во первых я кстати конспектировала по книге четко какие места я хочу посетить потому что даже это получается они написали как какую-то памятку да как как получается гильда по поэтому по по америке да по путешествию по америке это очень интересно но не утеряло актуальности многие моменты особенно достопримечательности вот парк секвой они там вот я про него знать не знала но прочитала у них это мне надо еще даже перечитать эту книгу я думаю я сейчас другими глазами на нее посмотрю но так про какую-то фишку я хотела сказать ты по моему да вот как хотела проверить что не 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 я сейчас хочу про америку закончить я успею сказать я смотрю время 5 минут осталось дело в том что они встречались с инженером он причем был русский инженер который строил дамбу гувера то есть они конечно им повезло встретиться с такими уникальными людьми которые делали мировые вот такие события ну как вот построить такую дамбу мы в нее раза три пытались попасть тоже то время не то то приехали она закрыл закрыл еще что-то вот и мы так и не попали нам придется не сюда значит надо вернуться да и потом они побывали в то время когда еще не было этого знаменитого золотого моста в сан-франциско и там курсировал паром и они говорят так смешно паром еще курсирует мост строится и рекламки пользуйтесь паромами наши там две компании конкурентные были и вот по одной стороне одна фирма призывает их паромом воспользоваться на другой стране другая в общем такая книга актуальная рекомендую не зря все как еще раз называется америка америка не зря же позднее даже программу сделал по этой америки ну по они следовали прямо достопримечательностям этой книжки я бы тоже хотела проехаться прямо четко по маршруту возможно осуществил ты знаешь а вот мне твоя история по поводу вот этого романа одноэтажная америка напомнила мое путешествие на бали когда я прочитала книгу ешь молись люби и и ты знаешь тоже я как раз в этот момент дочитывала вот эту часть которая была посвящена на бали будучи уже в бали на бали и ты знаешь когда я читала улицу часто мне не помню название обезьян да по моему леса обезьян и вдруг я приезжаю вот там я отдыхала недалеко мне там надо было проехать минут 15 я приезжаю и случайно попадаю на эту улицу улица леса обезьян которая буквально вот сегодня утром я прочитала в этой книге именно эту про эту улицу и про это кафе и знаешь и про этот лес и столько вот столько интересного когда ты находишься или ты прочитал и поехал в эту страну и открываешь для себя правда или же наоборот вот ты читаешь и в этот момент и находишься в этой стране это так интересно так здорово я вообще обожаю эту тему когда ты книжку прочитала и по горячим следам куда-то ведь это дэн браун любитель таких квестов по европе навернуть да после него очень мы с ириной как раз проводили прямой эфир и она нам показывала места которые были описаны у дэна брауна в ее произведениях надо тоже что-то придумать может во флоренции да по моему да было да что то во флоренции я помню тоже смотрел этот эфир очень интересно да так что а я вот а я я просто хотела сказать что я тоже когда побывала в индии и мы были в этом кафе знаешь леопольд если я не ошибаюсь мубай который описан тоже в книге шантарам не знаю читала ты эту книгу или нет шантарам про индию и вот я тоже еще не пока вот я ее заказала но вот жду когда нее привезут потому что я была в индии год назад и тоже осталась под таким впечатлением потому что такая интересная страна такая необычная и хочется тоже прочитать эту книгу чтобы вспомнить вот эти моменты и может быть вернуться уже после того как ты прочитал эту книгу в эту страну вот я почему кстати сейчас не еду в индию у меня тоже был пост на эту тему может и даже была в этом флешмобе участвовал когда мы про отели писали у меня мечтали проехаться на поезде махараджи он стоит как космос и я тоже ищу возможности может у них какие-то скидки будут или может быть вот сейчас после от когда откроют границу может быть какой-то период пока раскачиваться будет туризм все восстанавливаться может быть они какие-то сделают сделают бонусные программы акции какие-то чтобы осуществить эту мечту до мечты сбываются да надо смело мечтать и тогда будут воплощаться вот поэтому я в индию бы хотела проехать по всем этим достопримечательностям на этом волшебном поезде кстати такой еще есть юар это тоже я хоть и говорю про экономик путешествиях не столько это слово как экономия сколько разумный подход и где-то эффективность там тут не столько даже порой бывает экономия денег сколько времени например вот этот час музея он экономит вам глобально время потому что вы так три дня на музее потратить а так да вы скажем за день все это пройдете вот поэтому тут не всегда про деньги идет речь и про время и про то как для здоровья вот как перелет этот дизлайн вы все поняли в общем джек лайн джек лайн да я тоже вспоминаю как правильно называется да в общем это вот разница во времени она конечно тоже сказывается на организме потому что я когда вспомню я вот эти первые четыре ночи которые я вообще не могла уснуть и я утром записалась еще на курсе серфинга знаешь первый раз решила попробовать это у меня это у меня подруга она такая знаешь активная она говорит ну как надо же попробовать я говорю оля я говорю никогда серфингом не занималась ну и хорошо говорит попробуешь и вот я может быть от этого еще переживала всю ночь не спала может быть но я не знаю что со мной было может быть джек лайн действительно вот эта разница во времени но я и выпила уже знаешь снотворно я не могла уснуть но я думаю что вот это все таки разница во времени потому что она с боли у нас действительно 7 или 8 часов это очень много это сказывается конечно на организме я просто не могла кстати такая фишка вот когда ты возвращаешься зато домой оттуда тебе гораздо легче войти в ритм легче вставать по утрам более вот когда с востока да 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 зато когда мы вернулись из америки еще мы же там за полтора месяца в принципе вошли в их колею уже привыкли жили по их режиме распорядку режиме да вот тут было веселье вот тут было очень весело в плане конечно до последнего никак себя уложить не могли потом в час или в два ночи я уже стала ни в одном глазу пойду-ка я уже суп варить ну то есть такое уже было впечатление да потому что уже не знаешь как говорится от бессонной ночи я взяла какую-то книжку думаю ну почитаю мне вот потом потихонечку усну и вот я читаю читаю и я все равно я понимаю что я не сплю потом мне уже начало какое-то беспокойство раздражение думаю да что такое через три часа я уже пойду на серф и хотя бы надо немножко отдохнуть но он все равно абсолютно и ты знаешь столько конечно было впечатление вообще вот на бали когда мы пошли заниматься серфингом там были огромные волны там я не знаю наверно точно метров пять представляешь и ребята нас ведут в эти волны мы тоже смотрим на них и говорим мы никогда не занимались куда вы нас ведете он говорит ну ничего мы сейчас вот вам покажем как правильно тут хотя бы привязали на знаешь эту доску к ноге я говорю господи только мне только бы не утонуть и чтобы все было хорошо но в первый день конечно не смогли позаниматься но вот потом активно занимались в неделю ты знаешь так это интересно на самом деле так захватывает столько эмоций ну вот плохо что вставать очень рано в пять утра потому что потом уже после девяти на океане огромные волны и уже новичкам конечно там невозможно заниматься серфингом поэтому вот мы ходили рано-рано утром в пять утра вставали и у нас пять пятнадцать или пять двадцать был отъезд в общем я так понимаю мы к шести приезжали на океан слушай а сейчас выяснится у нас еще может с тобой общие знакомые есть у вас русскоговорящие ребята были нет ты знаешь нет у нас были мы попали на один ретрит там был серф и йога и девушка владелица она была из из голландии молодая девушка голландка и назывался этот ретрит этот отель пилан пилан ну отель меня как бы тут не очень волнует у меня просто у знакомых там есть серфинг школа мало ли кстати на тоже мне пост написать про них рассказать хорошие ребята это мой бывший сотрудник который когда произошел кризис еще какого-то года 2008 да все модно было дауншитингом заниматься и он собрал вещички и уехал с другом на боли и они там уже свою серфинг-школу открыли и я даже пост писала тоже на эту тему мне это очень пошло на руку потому что мы там были свадебном путешествии и хотелось свадебную фотосессию сделать но те годы это не развито было еще только первые птички полетели русские имеется виду и интернет как-то так еще стеснен был где найти фотографа везти из москвы это очень дорого в итоге мы приехали встретились там с этим сашей с которым мы работали и серфинг-школы девочки которые фотографируют как раз те кто учат да 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 они снимают фотографируют нам сделали потрясающую фотосессию анечка нам сделала и это стоило 10 раз дешевле чем моя фотосессия на свадьбе конечно 10 раз разница а скажи пожалуйста где эта серф-школа в каком месте на боли это было тоже в Куте да там все вот это место оно такое как раз для серфингистов для серфингистов а мы жили в Нусадо мы сразу взяли мотопедик и все в Бали объездили конечно там не страшно было путешествовать на этих мотоциклах при таком движении потому что там такие узкие улицы ну не я же за рулем была ну да 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 а во вторых муж за рулем был ой у нас там тоже приключение мы встретили Верника Игоря Верника ух ты мы катались на слонах и когда у нас уже наш круг заканчивался мы подходим уже к стойке и вдруг поводырь там парень который нас водил со слоном говорит давайте я вас пофотографирую и бегает вокруг нас давайте так давайте сяк я смотрю тут мостик и стоят уже следующие клиенты которые поедут на этом слоне там стоит Игорь Верник со своей девушкой и она уже там бегала по потолку ругалась что мы так долго я мужу говорю ну просто этот балийский-то парень не знает не знает кто это звезды звезды да потом у нас были гонки с этим нашим другом Сашей мы ехали как раз может быть и на слонов или еще куда-то и мы ну не нарушили мы смотрим там какая-то облава а у него документов не было и он говорит давайте объезжать мы за ним едем там как в кино потом понимаем что за нами гонка за нами полицей там уже перекрыта улица облава в общем нас взяли но закончилось это очень дружелюбно мы даже ничего не заплатили ни штрафов и нас пригласили на поросеночка в гости представляешь вообще надо же вы им понравились да у меня еще муж светленький а для них это это очень такая прям все как инопланетяне они да воспринимали очень радушно ну в общем Вали это тоже отдельная история такая многогранная как там много всего произошло и приключений всяких поэтому если я сейчас начну рассказывать у нас уже и час так проскочил моментально но вот я смотрю нам тоже написали что в принципе не ограничивает вроде сейчас инстаграм да общение поэтому если у тебя есть время немножко еще мы можем продолжить если да я еще чуть-чуть могу пообщаться на самом деле он ограничивает иногда то есть да ты знаешь как-то по-разному то есть у меня же несколько аккаунтов на одном я провожу чутелька в чутельку и таймер срабатывает на другом вот по-моему даже когда у нас с тобой был прямой эфир он сработал но иногда если смотришь там батарейка разряжается то лучше вовремя завершить чтобы сохранить не прокатит как раньше он автоматически загружался в сторис и неважно вылетел не случайно или нет он загружался сам а теперь если там манипуляции не проведешь все пропадет то может пропасть ты там сохрани пожалуйста да да я постараюсь обязательно да 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 я приложу все все свои усилия да это были такие моменты правда несколько раз не сохранялось или там не ту клопку гвайц спугу нажмешь или еще что-то конечно вот а про карточку вены тоже очень удобная фишка вы знаете почему выгодно заранее изучить этот вопрос потому что иногда ты эту карточку можешь купить прямо в аэропорту на стойках информации и у тебя уже бесплатный проезд что очень выгодно здорово тебе не нужно не такси брать там не бегать где-то деньги менять ты карточкой расплатился купил и уже по крайней мере в Вене это точно работает я но это в автобусах да на автобусах я уже сейчас не помню как мы добирались по-моему мы все-таки каким-то скоростным поездом добирались ну типа электричка да 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 но билет у нас уже был заранее а еще знаете какой момент расскажу интересный мы когда приехали на октобер фест с девочками десять лет назад мы попали на двухсотлетие вообще такое круто да там всегда столько людей же правда очень много классный такой праздник да мы готовились заранее покупали вот кстати тут не прокатывает экономия отелей ну как не экономия я хотела тоже если успею расскажу не слышно это отели слышно да это у меня звонок был звонок пробиваю сейчас если будут пробиваться надо будет мне на это так вот сбили меня так мы идем по аэропорту Мюнхена и вдруг к нам подходит и предлагает взять ее карточку тоже барин тикет баварский билет и мы бесплатно уже по этой карточке этот билет на группу от пяти по моему до пяти человек и мы сразу бесплатно поехали в город и могли еще весь день кататься также кстати к нам по моему подошли в Лиссабоне тоже есть такой билет я не помню то ли мы подошли но когда мы улетали мы подходим к парню и говорим вот карточка хочешь как он счастлив был он там как раз билет покупал то есть когда билет еще активен полдня то есть это ты можешь кому-то подарить еще да можно сделать доброе дело и поделиться здорово с людьми потому что когда люди приехали еще не сориентировались они не знают да об этих моментах как здорово можно помочь людям ну выбираешь кого хочешь и сделал доброе дело так что такой тоже лайфхак супер ну бавары вот кстати в это фишка тоже очень удобно в Баварии ну в Германии путешествовать у них вот эти билеты которые в течение суток или там они разные есть там куча всяких категорий то получается очень выгодно то есть нужно заранее читать ну я говорю я часто в принципе пишу посты на эти темы прямо про отдельные категории про то про то вот давно не писала вот вчера сегодня точнее про карточку только написала а так стараюсь рассказывать делиться этой информацией потому что порой она конечно она очень очень нужна она пригодится потому что когда ты едешь в новое место и ты не знаешь да и когда кто-то уже побывал вот я например если уже побывала на Бали я могу дать какие-то рекомендации где больше уделить какому месту больше внимания куда поехать какие хорошие ресторанчики кафе или вообще что посмотреть правда поэтому такие лайфхаки они очень важны от людей которые уже путешествовали и знали и узнали это место и оно конечно как видишь в каждой стране по-своему есть конечно какая-то специфика общая ну например как вот эти сити пассы общие карточки по городу у всех условия просто разные поэтому тут трудно каждому каждой стране примерять и перед каждой поездкой лучше прочитать отдельно и ну либо вот как у нас на наших страничках у блогеров почитать либо уже на сайтах городов и понимать допустим вот как в Вене удобно да ты купил прямо в аэропорту не просто билет в город а это у тебя уже целая карточка с которой ты уже можешь экономить а в какие-то музеи вообще бесплатно сходить потом у них же скидки и в каких-то ресторанах какие-то есть акции очень порой бывают такие мощные выгоды я еще по поводу проживания тоже хотела сказать как я обычно как с проживанием поступаю тоже у меня по-разному бывает когда-то выгодно селиться в центре когда-то выгодно на окраине ну в зависимости от целей но мне очень понравилась тема вот в Мюнхене так как мы несколько раз за год попали с подругой так получилось мы с ней новый год встречали потом еще на Октоберфест поехали нам понравился отель он находился прямо в железнодорожном вокзале ну там звуковых никаких эффектов нет это не проблема но в чем плюс мы планировали кататься в разные города но Шванштайн там Реггенсбург там прямо целый был ряд городов и нам выгодно было вот сразу ты утром встал хоп ты в электричку прыгнул да поближе конечно это здорово билетом да потом ну стараюсь вот ну говорю в зависимости от целей и место проживания смотреть иногда выгодно где-то на окраине и бывает знаете я как еще делаю на букинге я пасу какие-то там отели бывают они дороже чем я планировала но я бронирую сначала что-то для себя дешевое но с отменой бронирования и если выскакивает более интересное лучшее предложение я отменяю да у меня так бывало ну в некоторых городах я так экспериментировала потому что были у меня случаи когда я покупала там какую-то отель и было обидно когда уже перед поездкой очень интересно искать да и выше категории может быть да или там в более удачном месте и он стоит или такая же цена или даже дешевле чем то что ты выбрал на тот момент казалось что ты экономишь да вот это в юго-восточной Азии это дало нам возможность пожить в Рицкарлтоне в очень хороших отелях да это же очень высокого уровня Байокская отель кстати о птичках у них если ты бронируешь тогда еще букинг по-моему я не знаю был не был когда мы ездили но была цена если забронировать на сайте отеля в два раза дешевле чем если придешь и купишь у них вот Байокская отель в который вводят всех туристов когда кто приезжает в Бангкок он самый такой классненький как называется еще раз это Байокская отель самый высокий вон такой прямо башня и мы жили на восемьдесят восьмом этаже это что-то у нас во-первых огромный был номер прямо эти окна во всю стену очень классный красивый завтрак был накрыт не поверите по периметру всей башни вот так столы стояли это чтобы это все сходить попробовать это не один день на все все на путешествие да то есть вот такие вот фишечки и плюс мы когда въехали кстати тоже расскажу коротко уже тоже надо закругляться в Байокская отель въезжаем и нам выдают целые книжечки всяких скидок коктейлей приветственных экскурсия куда-то и сеанс массажа бесплатно бесплатно мы такие почти как в Несельберге да получилось мы с подругой после перелета ну там пока тоже что-то летишь ночь не спавшая конечно отекшая немножко после перелета все равно живешь там не очень мы такие ну что пойдем на массаж массаж ног был вы знаете я вот всем рассказываю эту историю я взяла телефон думаю сейчас пока будут мне массаж делать напишу родителям там что я долетела это давно была история и вы думаете что вы думаете я не смогла это сделать это был полет в Нирвану это был такой кайф такого шикарного массажа у меня никогда не было просто это вообще так мастера сделали я как новая мы кстати вскочили после этого и побежали гулять в город да еще там полночи прогуляли конечно там же все точки которые соответствуют нашим жизненным всем органам и стимуляция этих точек как раз и поднимает тонус организма поэтому видишь массаж ног казалось бы да тебя полностью восстановила после перелета и ты почувствовала себя с новыми силами так что отели бывают очень щедрые вот на всякие вот такие фишечки и мы каждый день у нас я говорю эту книжку мы даже не все успели воспользоваться и тут массаж и тут коктейль и тут смотровая площадка и это все вот живя в одном отеле и сна была равнная ничего там такого космического здорово то есть вот тоже с большим умом да как говорится нужно подойти к выбору отеля правда это тоже очень фактор такой тонкий да нужно продумать все это так что у меня кстати раньше был сайт он так и назывался туризм по умному я там да это где-то 10 лет назад его пока закрыла может потом восстановлю сейчас пока не успеваю ввести его но вот там я тоже активно про все это писала ну по сути сейчас у меня инстаграм есть он заменяет эту площадку я уже могу здесь делать то же самое и последний еще вопросик буквально на секундочку Катюша вчера была очень такая дата интересная 11.11.2020 сказали что вчера вот у нас как раз и флешмоб был про желание сказали что там ученые и вообще люди которые занимаются вот этими всеми практиками они сказали что вчера был удачный день для того чтобы загадывать желание ты загадала желание ты знаешь я как-то в принципе в последнее время к желаниям так отношусь у меня они стали быстро очень исполняться и я как-то расслабилась нет понятно у меня есть там парочка заветных желаний одно из них это чтобы наконец-то коронавирус испарился и все мы начали путешествовать да это одно из желаний и оно равно тому что путешествия реальные и мы все везде побываем во всех местах где мы хотим а теперь у меня этих мест еще больше стало благодаря знакомству вот с вами со всеми уже нашими друзьями по всему свету теперь уже надо гастроль устраивать и ехать сразу в большой тур кругосветку делать да вот ну и одно еще конечно есть желание которое сам пропитано ну когда оно исполнится я думаю вы и так все узнаете я очень желаю тебе исполнения всех желаний Катюша и я желаю тебе чтобы у тебя еще в списке твоих таких интересных путешествий еще появилось также еще семьдесят три страны как минимум спасибо большое да мне девочки подарили брошечку как раз где было написано семьдесят три и сразу же с пожеланием добавь побыстрее единичку здорово здорово да путешествие это конечно это единственное наверное удовольствие которое мы сами себе создаем и это дает нам возможность конечно наслаждаться жизнью да и чувствовать себя счастливыми это точно и она с нами останется это наш багаж никакие там накопления. Вот, абсолютно, я с тобой согласна, потому что наши впечатления, наши эмоции, да, наши чувства это то, что вот с нами останется на всю жизнь. И в конце жизни, да, мы будем вспоминать только эти моменты. Это точно. А у нас есть фотографии, на случай, если память вдруг откажет, у нас есть куча фотографий и наших же записей в наших блоках, где мы можем почитать и вспомнить, как мы отдыхали. Спасибо тебе огромное за приглашение, вообще такое, как на одном дыхании. Я так чувствую, ещё столько историй, и у тебя всплыло, и у меня, которыми можно делиться, и я думаю, мы будем продолжать. Мы будем продолжать, да, и в этот раз мы не успели проговорить про Лигурию, потому что вообще даже не затронут. Не затронут, ничего страшного, у нас ещё есть время, и мы обязательно ещё вернёмся к Лигурии, и мне очень было приятно с тобой поговорить, и спасибо тебе за твои лайфхаки, огромное спасибо за положительные эмоции, и за твою любовь к путешествиям, потому что это ощущается, конечно, когда ты рассказываешь, это здорово. Спасибо большое, спасибо. Я тебя тоже жду, себя в гостях. Будем продолжать изучать Лигурию подробно, интересно, и влюбляться в неё, и заряжаться, и планировать поездку сюда. С удовольствием. Спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч. Всем счастливо. Пока-пока. Всего хорошего. Хорошего всем. Приятного вечера. Пока-пока. Пока-пока.